Всем здравствуйте! Ксения Собчак и Максим Виторган сыграли тайную свадьбу в 2013. Через три года у звездной пары родился сын Платон. Тем не менее, ребенок не смог спасти отношения актера и телеведущей. В 2019 Ксения и Максим объявили о разводе. После распада пары было решено, что Платон будет жить с матерью, а отец сможет в любое время навещать его и брать с собой на отдых. Незадолго до развода Виторгана и Собчак появились слухи, что Ксения изменяет мужу с режиссером Константином Богомоловым. Сегодня Максим стал героем YouTube-шоу «Георгий за кадром». В интервью с Георгием Кардавой Виторган рассказал о том, что год не снимался в кино после того, как женился на Ксении Собчак. По словам Максима, его не брали в фильмы, так как не знали, придется ли потом вырезать сцену с его участием из-за провокационной журналистской деятельности, бывшей ведущей «Дома-2». «Я когда женился на Ксении, я перестал сниматься вообще. Не помню, но, по-моему, год не снимался. В том числе, я думаю, потому что люди думали, ее убрали с телевидения, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а дальше надо будет убирать, лучше не брать. Но чтобы я подвергался жесткой цензуре, такого нет, рассказал актер». Напомним, что после развода с Ксении Собчак в 2019 Максим Виторган начал встречаться с актрисой Нино Нинидзе. Они познакомились на дне рождения Аглая Тарасовой. Несмотря на год отношений без публичных скандалов, актеры пока не говорят о свадьбе. Отметим, что пару недель назад Нино спровоцировала слухи о своей беременности. Максим Виторган опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм-снимок, на котором у 29-летней Нинидзе заметен округлившийся живот. Кроме того, пассия актера уже некоторое время публикует в своем микроблоге либо старые фото, либо те, где видно только лицо. Стоит отметить, что Ксения Собчак уже год счастлива в браке с Константином Богомоловым. Они устроили экстравагантное торжество 13 сентября 2019 года. После церемонии и прогулки по городу, пара отправилась в храм Большого Вознесения Господня в Сторожах у Никитских ворот для совершения таинства венчания. После этого состоялся пышный банкет на 300 гостей, изюминкой которого стал незабываемый танцевальный номер в исполнении Ксении Анатольевны, поразившей приглашенных своей откровенностью. К слову, Ксения Собчак рассказывала, что не жалеет о браке с Виторганом и благодарна ему за многое. Она поддерживает дружеские отношения с Нинидзе и одобряет выбор бывшего мужа. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok